Айса Васильевна, можно Вас потревожить? Пожалуйста. Что это Вы делаете? Расскажите про эту картину. Это икона. 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 А знаете, кому икона? Какому святому? Сейчас расскажу. Ну-ка. Иисуса. Пантократор. Здесь написано. Это на коробочке написано, да? Алмазная мозаика с этой коробочкой. Как здорово. Ну, рассказывайте, какие цвета Вам больше нравятся? Или все нравятся? Нет, здесь все разные и все нравятся. Потому что такая комбинация должна быть. Не однотонные, а разноцветные. Поэтому. Много еще осталось? Покажите. Сколько еще? Немножко. Сколько? Немножко осталось. А ну-ка, покажите где? Вот немножко здесь. А в разных местах, да? И здесь, да. В разных местах. Это одного цвета будут. Угу. Эти маленькие алмазики. А какое чувство было, когда Вы лицо все сделали? Лицо получилось? Получается лицо, да. И что у Вас на сердце? Конечно, мне радостно. Радостно. А что же? Что я могу еще сделать? Что-то такое. Боже мой, как красиво, да? Да. Ну, теперь покажите людям, как Вы это делаете. Берете... Берем алмазик. И надавливаем на цвет. Здесь написано буковки. Вот. И по этой буквы, как мы клеим эти алмазики. Вот так получается. Одного цвета, а потом... Чуть-чуть осталось. Совсем немножко. Совсем чуть-чуть осталось. Вот. Еще немножко вот здесь. Черным цветом. И тут коричневым. И все. Вот тут уж и желтеньким надо. А так почти уже все. Ну, сколько это еще дней? Несколько дней? Ну, наверное, еще несколько дней. Неделя. До понедельника, может, сделаем. Закончим уже. Ну, хорошо. Вот. Вы работаете? Я покажу, как Вы это делаете. Хорошо? Так. Другого цвета. Коричневого надо поставить. Вот. Наклеивается. Так у нас получается. Разноцветный. Ну, я вижу, Вам нравится, да? Конечно. Это очень хорошее дело. Вот, первых, успокаивающие и полезные. Когда раньше надо было вышивать иконки, а сейчас можно вот этими малым мастиками. А помните, мы были в монастыре мужском? Да. Пророка Ильи. Да. Святого пророка Ильи. Да, было. И туда женщины приходили специально клеить вот такие вот иконы. Да? Да. За деньги. Ну, кто? Может, так и зарабатывает. Да. А там имеют они. Это знаю. Больше могут быть. Но это уже давно такое искусство придумали, да? Не очень. Это не очень. Лет 10, да? Не больше, да? Да, нет, может быть. Меньше, да? Я думаю, что меньше, да. Всегда вышивали. Ну, а вы вышивали? Да. У меня дома есть икона, тоже вышитая. Одна? Одна. Но у меня иконы есть такие нарисованные, которые я покупала в церкви. А эта вышитая своими руками. Очень красиво. Одна вышитая. А еще одна мне подарила моя племянница. Она вышила в бисер. Ой, это очень трудно, наверное. Очень трудно, да. Она мне подарила эту игру. Вот клеить легче, да? Да, клеить легче. Раз и все. А там надо все время нитку, да? Да. Или леска. Нет, нитки разноцветные тоже. Она подбирает по цвету. Вот и вышивает. Это у меня тоже есть. Ну, привет ей передайте. Как ее зовут? Ирина. Ирочка. Тебе привет от нас. Она в Вольгове. Она мне вышла. Переслала новой почтой. Очень хорошо. Хорошая, красивая иконка, да? Ну, расскажите, как вам тут живется в центре для украинских беженцев? Давно вы уже? Давно. Я уже тут год. Год. Да, вот 4 апреля, завтра мне будет. Не, сегодня. Сегодня год. Год, как вы здесь. Как я здесь. Так у нас несколько дат. Рождение внучки. Да. И год, как вы здесь живете. Я вас поздравляю. Спасибо. Спасибо. И давайте мы еще фотографию сделаем, да? Ну, пока, да. Можно сделать фотографию. Все хорошо. Нравится здесь все. Хорошие люди у нас. Анжела, хорошая директор. Оксана, Оксана, Оля. Все нас хорошие люди. Спасибо им всем. Раиса Васильевна, а ребенок родился каким весом? 3 800. О, хорошо, да? Она такая худенькая. Она чуть выше, чем я, но худенькая, худенькая. Даже переживали, как это будет. Ну, слава богу, все нормально. Укол первого ночи родилась. Здорово. Переживали все, чтобы было все хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok